Всем привет! Сегодня я соберу домашний сервер, что называется Padishman. Стойки с блейдами не обещаю, но хорошую сборку для дома покажу и расскажу во сколько она мне обошлась. В прошлом видео я рассказывал про свой бывший сервер на малинках, а сегодня разберём на что я его променял. Итак, комплект. В качестве процессора будет вот этот красавчик. Новая разработка от Intel. Встроенная система охлаждения. 13 ядер. 37 потоков. Шутка, конечно. На самом деле я выбрал Xeon E5 2620. Младшая модель из 26 серии. Но смотря правде в глаза, такого мне будет хватать более чем на все виды моих задач. Можно взять лучше, но об этом чуть позже, когда буду говорить про цены. Поскольку я брал комплект процессор материнка и оперативка, то процессор шёл сразу вставленный в плату. Он был со следами термопасты, это знак того, что его проверяли перед упаковкой. Сам процессор я не стал вынимать, остатки старой термопасты естественно вычистил. Особенностью этой сборки является тот факт, что процессор серверный. Поэтому у него нет графического ядра и в принципе никакой графики. Изначально Intel и не закладывал такую возможность, потому как серверном оборудовании она и не нужна. Да и часто в пользовательских решениях можно встретить отсутствие встроенной графики. Именно поэтому материнские платы делаются без возможности подключения монитора. Изначально такие сборки на Xeon были дикостью, которые собирали на колянках мамки на экспериментаторы. А потом уже китайские люди додумались делать для этого свои материнские платы и продавать полуготовые сборки с бэушными процессорами. Но нужно понимать, что такие сборки требуют отдельной видеокарты. Кстати, уже давно популярны бюджетные игровые сборки на таких вот Xeon. В них обычно раньше докупали карточки от Nvidia, это 1050, 1060, ну или AMD, там, RX 580. Сейчас некоторые ставят 1660, спокойно на них играют в средние игры. Процессоры 2660 и выше после андервольтинга и анлока могут раскрывать и потенциал карт Nvidia 1080 и 2070. Для некоторых людей это очень актуально, поэтому такие сборки можно встретить в народе. Видеокартой выступит GeForce GT 210. Я на игры в этой сборке не рассчитываю, поэтому мне нужна видеокарта исключительно для вывода терминала и для первичной настройки. Не хотелось бы каждый раз вынимать свою видюху из стационарного компа, поэтому я просто решил заказать офисную затычку. В будущем, когда я наэкспериментирую с операционными системами, подниму доступ по SSH и видеокарта вовсе будет не нужна в повседневном использовании. В природе существуют затычки на пассивном охлаждении, с большим радиатором, что минимизирует общее количество шумов при работе сервера. Но я такую, к сожалению, не нашел в наличии. Если у вас будет возможность взять такую для своего сервера, то рекомендую именно без кулера. В качестве материнской платы, машинист E5 RS9. Китайский бренд, довольно известный в узких кругах, не обладает какими-то большими преимуществами, но и сильных недостатков тоже нет. Не очень хороший биос из коробки, но существуют кастомные прошивки, открывающие некоторые возможности, в частности для разгона. Говорят, что на самой плате датчики температуры работают неправильно, пока еще не тестировал, не могу сказать точно. Если будете заказывать подобные платы из Китая, не забудьте отдельно купить плоскую батарейку в саму плату. Чаще всего ее не кладут в комплекте. Без нее каждый рестарт компьютера будет долгим, а настройки биоса, даты и времени не будут сохраняться. Также в комплекте с платой был IO Shield. Да, не всегда в комплекте он есть, и в данной комплектации он был щедро заявлен как подарок. Плюсом был еще кабель SATA для подключения диска и дополнительный штатив для системы охлаждения. На самой плате стандарт PCI-Express третьей версии. Три слота под M.2, один под SATA, один под NVMe и один под Wi-Fi карту. Скорее всего при использовании SATA M.2 будет отключаться какой-то из других SATA разъемов, будьте внимательны. Ну и также на плате есть один 16-пиновый разъем PCI-Express. В целом ничего особо выдающегося, из приятных вещей распаянная карта для посткодов. В качестве оперативки машинист на частоте 2133 она шла в комплекте с материнской платой от того же китайского производителя. Не видел особо плохих отзывов, вроде как рабочий среднячок под стать материнке. А тебе скажу, что если вы хотите домашнюю сборку, то смотрите ее сразу с оперативной памятью типа DDR4. На DDR3 в 2023 году смотреть уже как-то грустно. Прям супер больших частот не нужно, но желательно минимум две планки, чтобы работали в многоканальном режиме. Конкретно у моей модели материнки заявлен четырехканальный режим, что конечно радует, но планки у меня все равно в 2 по 8 гигов. 16 гигов для сервера более чем достаточно, на мой взгляд. Не вижу смысла для домашнего ставить больше, но если вдруг не хватит, то оперативку с такими сборками нужно выбирать внимательно. Часто встречаются случаи, когда определенные планки памяти не запускаются, а точнее не дают запуститься компьютеру. Это зависит и от объема, и от контроллера, и от производителя чипов памяти. В общем, нужно заранее уточнять совместимость. В качестве блока питания будет AeroCool VX Plus 550 Вт. Оставался еще от предыдущей сборки. Его должно хватить с запасом, поэтому даже не думал его менять. Говорить о нем особо нечего. В среднем в своем сегменте имеет активное охлаждение, по уровню шума меня полностью устраивает. Следующий на очереди SSD диск. Поскольку сборка бюджетная, то я решил взять SSD от Samsung 970 EVO на 500 гигов. И... поставить свой ноутбук. А уже SSD из своего ноута пожертвовать серверную сборку. SSD PISUN. Не шучу, так называется. Фактически новый и практически не использовался. Но не самый быстрый и не лучшим образом ведет себя на тестах. Зато NVMe. Для примера, вот вам тесты этого SSD. SSD из моего стационарного ПК. И вот новый SSD на 500 гигов в ноутбуке. Разница заметна, но еще более заметна она будет тогда, когда диск будет наполнен более чем наполовину. Тогда скорость маленького SSD упадет еще сильнее. Поскольку это домашняя серверная сборка, большой скорости и объема мне не нужно. Поэтому для системы и приложений этого диска хватит. Дальше у нас HDD диск, то есть жесткий. Поскольку у меня большой зоопарк устроит с дома, я периодически задумывался о домашнем медиа сервере. Это удобно, можно передавать файлы на разные устройства и иметь маленькое домашнее облако. Именно поэтому я взял большую зеленую барракуду на 2 терабайта. И поместил ее в стационарный ПК. А из него вынул ноутбучный терабайтник WD Black, который я когда-то брал для старого ноута. Он еще очень даже неплох и для домашнего сервера подойдет в самый раз. К тому же у меня есть несколько внешних жестких дисков, которыми я не пользуюсь. И в будущем тоже можно будет добавить серверную сборку, если места будет не хватать. За охлаждение процессора будет отвечать к Silence M403. Заказал его в DNS, один из самых простых вариантов. Я не собираюсь выводить процессор в постоянный буст и использовать его постоянно на максимальных частотах. Поэтому тут хватит с запасом и минималистичной башенки. Можно было бы взять еще меньше, но решил поберечь свои уши от постоянного шума и взять не очень громкий кик-сайленс. В качестве корпуса Zalman S2. Самый обычный и дешевый корпус из DNS. Тоже от предыдущей сборки, которая еще была на малинках. Понравился мне тем, что у него есть простейшее окно из оргстекла. Сам корпус легкий и средний по своим размерам. Можно было бы взять и меньше, но кто бы тогда служил такой удобной подставкой под роутер. Совсем забыл про термопасту. Паста Arctic Cooling MX4. Она давно зарекомендовала себя на рынке и оставалась у меня от предыдущих сборок. Для дешевых сборок можно, конечно, и КПТ-8 взять, но я все-таки стараюсь не экономить на спичках. Да и нет смысла брать что-то другое, когда и так есть в наличии отличный вариант. Кстати, в комплекте с кулером тоже был тюбик с пастой, и как показывают отзывы, она неплохая. Ее оставлю на будущее, просто потому что MX4 уже открыта. Ну а пока собираю этот сундучок, немного ответов на комментарии. Посмотрев предыдущий ролик, мой знакомый спросил. Вот и собрал сервер, попользовался, но сказал, что дорого. И взял другой. Мощнее, но все равно рекомендовал к покупке малину. Почему? Также был еще вот такой отличный комментарий под прошлым роликом. О том, что некоторые люди перепрошивают смарт-приставки, и что 1 гигабайт на сегодняшний день это крайне мало. С этим отзывом я полностью согласен. В комментариях уже ответил, но отвечу развернуто и в этом ролике, так как оба комментария связаны одним ответом. Да, у Малины слабое железо за свою цену, и она не дает тот объем ресурсов для серверной сборки. Именно поэтому я меняю малину на сборку полноценного ПК. А вот Raspberry может быть интересно именно в качестве экспериментов и для прототипирования. Еще в прошлом ролике я забыл упомянуть, что платы Raspberry отлично подходят для прототипирования именно робототехники, в частности компьютерного зрения. Если Arduino это более разъединенное решение, то Raspberry комплексное и уже несет на себя на борту возможность подключить камеру. Вопрос цены, конечно, у каждого свой, но в своей нише это практически единственный адекватный вариант. Также в прошлом ролике не сказал, что есть множество аналогов лучше, типа Latepanda, но с меньшей вариацией готовых плат, и примерно по такой же цене. Но у таких устройств и меньше сообщества, которые делают бесплатно готовые программные решения. К тому же Малина выигрывает за счет наличия ассортимента официальных расширений в виде шилдов. Также есть аналоги и дешевле, но по отзывам хуже. Например, Orange Pie. Вроде и по характеристикам очень неплохая плата, и тоже есть своя фан-база, но при общении с людьми, занимающимися прототипированием и разработкой реальных устройств, я услышал только негативные отзывы о ненадежности компонентной базы, и о частном выходе из строя. Сам я не имел возможности работать с такими платами, но не вижу смысла не доверять отзывам профессионалов. Да и рассказываю я именно о своем реальном опыте, а не о чужом, поэтому такие вещи в ролике не затрагивал. Пока ждал посылки из Китая, подготовил системный блок, вынул все народные приставки для плат и почистил корпус от пыли. Также починил светодиоды. Для этого разобрал фронтальную панель. Один светодиод не работал с самого начала, но ради него одного менять корпус было как-то бессмысленно, а второй сгорел от питания Raspberry. По своему незнанию, я подключил внешние светодиоды системного блока к пинам питания малинок. Почему-то был уверен, что изначально резисторы стоят в самой фронтальной панели, или в изоляции, как на новогодних гирляндах. Но по всей видимости, они устанавливаются на материнское плате, и естественно, производителям корпуса не предусматривается подключение этих светодиодов к другим устройствам. Эту проблему я исправил. Удалил сгоревшие светодиоды, поставил новые, и уже на их ножках добавил резисторы. Всё запаял, залил сопликлеем и натянул термоусадку. Хоть и подключать я теперь буду к материнской плате, лишним резисторы не будут. К тому же, при суммарном сопротивлении резисторов, которые я добавил, и те, которые будут на материнской плате, светодиоды будут гореть тускнее. Это добавит им срок службы и избавит меня от яркого свечения по ночам. Поскольку маленьких светодиодов у меня не было, пришлось ставить, какие есть. Они оказались слишком большими, и я перенёс их с панели на решётку. Закрепил также сопликлеем, посмотрим, насколько их хватит в таком виде. Также перенёс кулер на вдув повыше, чтобы воздух шёл именно на кулер и радиатор самого процессора. Пользуясь случаем, напоминаю, что у меня есть канал в телеге, и я там публикую то, что не получилось ставить в ролике, и делаю небольшие анонсы. Перед выходом этого ролика уже публиковал про него анонс и фото предыдущей сборки, которые не вошли в первый ролик с малинками. Итак, сколько стоит вся эта сборка? Оценить её сложновато, потому что большую часть комплектующих я брал либо год назад, либо по скидке. Всегда можно рассмотреть вариант бывших употреблений, если вспомнить, что сам процессор изначально был. На ваших экранах цены на каждый элемент. Все комплектующие, которые у меня уже были, я оцениваю именно по бушному рынку, хоть это и не совсем корректно. Возможно, на момент просмотра цены поменяются, поэтому не стоит опираться на них в будущем, а просто оценить в текущем моменте. Вообще, рынок бывшего употребления электроники, с одной стороны, привлекателен, с другой, к нему значительно меньше доверия. Эдакий секонд-хенд от мира техники. Никого не призываю покупать запчасти на барахолке, думайте своей головой и оценивайте все риски сами. В конце концов, всё, кроме комплекта с процессором, до этого было в использовании именно у меня. И я знаю, что с конкретно этими железками всё хорошо. Но по опыту заказов друзей могу сказать, что этим рынком не стоит пренебрегать. Мой друг, изначально собирая себе комп, хотел временно взять видеокарту RX и в будущем заменить её на какую-нибудь новую итерацию, или на новую 40-ую серию от Nvidia. Но в конечном итоге и так и остался с бушной карточкой, потому что она его полностью устроила. Она, кстати, была после майнинга, но при этом всём отлично работает. Вот ещё вариации наборов на Али. Некоторые из них дешевле и мощнее по процессору и частоте оперативной памяти. Я в первую очередь ориентировался на цену и дату поставки. И только потом уже на производительность. Если вам не горит подождать дополнительные недели 2-3, то выбирайте комплект получше и подешевле. В сети есть сравнение всех моделей. Я выбрал именно эту, потому как конкретно для сервера её будет хватать с головой. Но если вы хотели делать именно игровую сборку, то стоит найти комплект с процессором не ниже 2660. Такие комплекты на самом деле будут стоить не сильно дороже. Также если вы делаете именно игровую сборку, то лучше всего взять отдельный проверенный бренд материнских плат и хорошую память. А процессор просто найти без комплекта. Ещё будет полезно почитать инструкции по андервольтингу и разгону. У этих процессоров есть возможность поднять частоту работы, поэтому бюджетной игровой сборки этим не стоит пренебрегать. Видеоинструкции по этой теме достаточно, статей ещё больше, всё в ваших руках и ограничивается исключительно ленью. И на этом закончим с обсуждением игровых сборок. Мы всё-таки тут сервер собираем. Как можете заметить, сборка запустилась. Предстоят ещё долгие тесты производительности и эксперименты с дистрибутивами. Если хотите через время узнать, на чём я становился и как вообще использую сервер, то дайте знать в комментариях или в телеге. И где-нибудь через полгодика я сделаю обзор текущего состояния с выводами по своей сборке. Спасибо всем, кто поддерживает меня просмотрами и комментариями. Хоть их и немного, но они мне дают понять, что кому-то это интересно кроме меня. И я стараюсь не зря. Комменты предыдущего видео у вас уже давно на экранах. Всем спасибо за внимание. До встречи в новых роликах. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok